Добрый день, дорогие друзья! В эфире ПЛНФМ программа «Зверьё моё» и я, её ведущая, Ульяна Лавыгина. Сначала о последних новостях по теме животных. В самом разгаре сезон тихой охоты. Грибникам и ягодникам стоит быть аккуратнее. В лесах замечают следы диких животных и их самих. А в полистовье, где собирать грибы и ягоды нельзя, в объективы фотоловушек попадают волки, рыси, медведи, лисицы. На дороге дикие животные тоже выходят, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Недавно в Псковском районе путь автомобилю преградил лисенок. И немного из мира путешествий. На российско-латвийской границе в Псковской области задержали попугая из-за отсутствия документов. А в Дагестане случился казус при перевозке козла. Он зацепился рогами за электрические провода. Животное спасли. На этом закончим с новостями. Сегодня мы поговорим о всяких полезностях для владельцев животных. Как сэкономить на наполнителе, приучить кота когтеточки, сохранить собаке зубы и выбрать хороший корм. В гостях у нас владелица псковского зоомагазина «Хвост» Елизавета Иванова. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, в вашей семье живет несколько питомцев. Наверное, это и сподвигло вас к открытию зоомагазина. Расскажите, как это было и что у вас за звери живут? Несколько. Это очень мягкое выражение, мягкая формулировка для нашей семьи. На сегодняшний день наша стая домашняя состоит из пяти котов и кошек, двух собак. Есть три ящерицы еще, но они живут в террариумах. И есть один паук. Расширение произошло в связи с тем, что мой старший сын интересуется экзотическими животными, и, соответственно, популяция выросла. В общем-то, животные были интересом моей жизни всегда, и особенно эта история расширилась и получила какие-то новые масштабы, когда я взяла первую собаку из приюта. И именно таким образом, да, вот через этот поступок я приобщилась к деятельности по ответственному обращению с бездомными животными и превращение их в домашних животных. Популяция дома выросла. Было много животных. Моих в разное время больше шести котов не случалось. Да, и при этом две собаки. Но при этом всегда дома присутствовали те, кто нуждался в передержке, забрать животное с улицы, поместить домой, вырастить котят, вылечить котят, раздать котят, пристроить. И, в общем-то, животных было очень много всегда. А потом случилось большое счастье в моей жизни. Я познакомилась со своим будущим мужем. У него, Дмитрия, был уже очень большой опыт работы в сфере зообизнеса. И вот тут вот произошло не только большое личное счастье, но и, как оказалось, даже обретение новой профессии. Мы с ним решили открыть магазин, воспользоваться его знаниями практическими, моими знаниями в сфере. Я потребитель, серьезный потребитель с таким количеством животных. И, в общем-то, так мы придумали хвоста и открыли его. И, собственно говоря, теперь это им занимаюсь только я, ну, так как мое желание, оказалось, было гораздо больше. За годы, проведенные с таким большим количеством животных, вы, наверное, уже много премудростей постигли. Меня интересует, наверное, один из самых важных нюансов при содержании кошек – это обустройство туалета. Наверное, вам есть чем поделиться, каким выводом вы пришли, исходя из собственного опыта, как менять наполнитель реже, нужен ли он вообще. Справедливый вопрос. Потому что мои, например, ходят в пустые лотки, их все устраивает, но у нас все хорошо и дома чисто. Нельзя не порадоваться за вас. Это вопрос, на самом деле, пожалуй, основной, потому что он влияет не только на жизнь животного. Животное-то найдет, куда в туалет сходить, в конечном счете, да, это неизбежный процесс. Но это очень влияет на качество жизни владельцев. И вот здесь вот, на самом деле, это очень важно. Если владелец испытывает серьезное напряжение в жизни с животным, то, ну, хорошо в итоге не будет никому, ни ему, ни животному. Туалет домашний может быть не только для кошки, но и для собаки. Потому что есть очень маленькие, да, мелкие породы собак, которых выгуливать не обязательно. Можно делать это по желанию. Или люди очень долго, например, работают, очень длительный рабочий день, и маленькую собачку нужно часто выгуливать. Нет такой возможности, собачка приучается к туалету дома. И здесь тоже есть некоторые от премудрости. Есть специальные туалеты для собак, специальные формы разных производителей. Но конфигурация более или менее одинаковая. Всегда и есть пеленки, впитывающие пеленки. Это вот секрет отсутствия запаха в доме. Некоторые собачки ходят только на пеленочку, некоторые владельцы помещают эту пеленку в специализированный туалет для собаки. И чем выше качество этой пеленки, она тоже в состоянии держать запах, тем лучше. Есть пеленки с угольным фильтром, они блокируют запах лучше. Есть пеленки с феромонами, они очень подходят для приучения. То есть они привлекают животное, собаку, и собака таким образом строго начинает знать место, куда ей нужно ходить в туалет. А для кота пеленки подходят? Нет, кот роет, он ее зароет. Собаки тоже бывают роют, но для этого есть вот эти рамочные туалеты. Хотя, чем не возможность, на самом деле, вот я сейчас задумалась, ведь собачий туалет – это такая штука, такой поднос, поддон, и сверху надевается рамка, и она фиксирует пеленку. По большому счету, если кот ходит в туалет без наполнителя и не очень мощно роет, то он справится с пеленкой отлично. По большому счету, да, почему нет. Единственное, что наполняемость, да, пеленки, как бы, собака реже ходит в туалет, ну, нужно чаще менять. То есть, да, почему нет, да, вполне. Если кот ходит в наполнитель, как выбрать правильно наполнитель, каким он должен быть? Они же разные виды будут. Да, и здесь, пожалуй, важно знать, какие они бывают, и туалеты, и наполнители. На самом деле, конфигураций туалетов, с чего стоит начать, их великое множество, и они подходят каждый для своего наполнителя иногда, иногда можно использовать с любым. И что важно знать сначала о туалете, что здесь, ну, уж мне свойственно, я должна сразу сказать, что мне свойственно очеловечивать животных домашних, то есть я к ним отношусь, я их наделяю свойствами характера, личностью, да, я с ними могу разговаривать с большим удовольствием, и вот это вот все, да. Это вот, ну, кто как, я вот так. Это первое. Соответственно, у них есть разные предпочтения, и я очень часто еще сравниваю животных с детьми. Тоже считаю, что могу себе позволить, у меня животных и детей много, поэтому сама себя наделила возможностью быть экспертом в этой области, действительно они похожи, с горшками все похоже. Какой качественный горшок для ребенка мы будем выбирать? Это должен быть крепкий пластик, это должен быть безопасный пластик, если вдруг он расколется от механического воздействия, он не должен быть острым и не должен резать. Это важно, это безопасность. Плюс к этому это должен быть качественный пластик, который со временем коты роют, и наполнитель трется у поверхности туалета, и, соответственно, микроцарапины, да, какие-то иногда уже потом заметные царапины возникают, и важно, чтобы их было как можно меньше, это первое. И второе, чтобы пластик не впитывал запах. И это должен быть пластик очень высокого качества. Это что касается материала, из которого сделан туалет. И, конечно же, есть производители, которые за многие годы работы зарекомендовали себя в таком качестве пластика. Появляются новые, хорошие, интересные. Все испытываю на своих животных. Если есть что-то новое, обязательно пробую, приношу домой. Нам интересно будет попробовать. И одна из фотографий, которую я для вас выбрала, это как раз была фотография, когда кошка-бусинка впервые примеряла новую конфигурацию туалета. Ей оказалось интересно. Конфигурации туалетов тоже бывают очень разными. Вот тот, который на фотографии, он вообще уникален. Это очень редкая конфигурация. Это огромный туалет, вот такой вот в высоту, с верхним входом. И при этом сетка, которая на него надевается, там есть отверстия и желобки, можно сесть и сверху на этот туалет. Не обязательно заходить внутрь. У каждого свои предпочтения. Мы помним, что у кота, как у человека, могут быть разные предпочтения. Он может хотеть рыться, может не хотеть. Ему может нравиться замкнутое пространство, и он требует безопасности в тот момент, когда он уходит в туалет. А может быть, ему хочется пространства. Так как у меня этих котов много, и у каждого свои предпочтения, я ищу универсальные решения. Вот этот туалет для меня очень универсальным оказался. Он стоит у нас всегда, мы его продаем. Я всегда рассказываю об этом опыте. Его, да я и сама не знала о том, что он существует, пока не встретила, что называется. Отличное решение. Ну а в основном, какие требования к туалету должны быть? Наличие сетки, отсутствие сетки, если вы сыпите наполнитель под сетку. Высокий борт обязательно, если вы пользуетесь наполнителем и борт, который закрывает так немножечко, да, создает границу для наполнителя, чтобы уменьшать высыпание, да, потому что котики роются, высыпают. Возможно, туалет-домик, если кот требует уединения. Бывает проблема того, что кот гадит, простите, дома, вызвана исключительно тем, что ему недостаточно уединения в его специальном месте. Вообще коты и животные очень трепетные, нежные, и уединение вот в этом процессе для них очень важно. Тогда вас спасет туалет-домик, например, и из него тоже меньше высыпается. И он прячет запах, и у него сверху тоже есть угольный фильтр, и этот фильтр тормозит запах. То есть здесь их реально много. Есть вот такие вот огромные туалеты, где есть там сетка, выдвижной поддон, там просто космос совершенный. Тут чего хочешь, на что рассчитываешь, как часто готовы менять. Самые простые, самые примитивные туалеты из самого простого пластика, к сожалению, нуждаются в замене хотя бы раз в полгода, просто потому что они сами начинают впитывать запах, и какой бы ты наполнитель ни насыпал, как бы ты его ни вымыл, они будут пахнуть. Что касается наполнителя, коротко, что туда сыпает? Наполнитель. Сыпать можно все, что угодно. Самый простой наполнитель древесный, от того, что в него попадает влага, он размягчается, рассыпается, и опилки могут рассыпаться везде, в том числе на лапках выйти домой. Есть наполнитель бетонитовый, бентонитовый. Это природные минералы, это глина, они в меньшей степени, чем другие, следующие, о которых я расскажу, держат запах. Они могут комковаться, могут не комковаться, но и среди них есть абсолютные лидеры, которые прям зарекомендовали себя высочайшим образом. Есть наполнители растительные, комкующиеся. Они ароматизированные, они работают, как дезодорант в доме, обладают нерезким запахом, маскируют запах, соответственно, туалета. И их даже можно выбрасывать в унитаз. И никакого вреда канализации не придет. Я живу на седьмом этаже, у нас в доме нет мусоропровода. Отличное решение. Есть селикогелевые наполнители. Они не комкуются, но при этом великолепно держат запах. С одним котом в доме до двух недель можно не менять вообще. И этого действительно много. Мое личное наблюдение, пожалуй, в наполнителях, оно работает безоговорочно. Чем дороже наполнитель, тем он качественнее. И мы, покупатели, это деньги, это важно. Человек отдает свои деньги. И легко сказать, берите все самое дорогое, будет классно. Нет. Нужно проверять. Поэтому мои коты, это экспериментальная группа. Каждый раз, когда появляется новый наполнитель, ну поставщики же много разного предлагают. Я говорю, хорошо, беру себе пакетик. Я беру упаковочку, несу домой. У меня там есть два туалета, да, и вот, соответственно, я пробую. Всегда можно в любой группе, да, вот по материалу, из которого они изготовлены, найти оптимальный. И самый дешевый наполнитель стоит там за вот такой вот пакет 250 рублей. Максимально дорогой наполнитель будет за такой же пакет стоить 1400. Но, когда ты начинаешь эксперимент, ты узнаешь, что вот тот, который дешевле, ты будешь менять, ну, самое долгое, раз в 5-7 дней. Все равно будет появляться запах. Насколько для тебя это критично? Насколько часто ты хочешь убирать туалет? Может быть, тебе несложно каждые три дня его чистить? Но если ты хочешь редко убирать туалет и меньше запаха иметь в доме, то можно взять вот этот наполнитель и знать, что если это силикагель, то в течение двух недель ты не будешь его менять вообще. А если это будет вот этот вот наполнитель растительного тофу, то его можно не менять, пожалуй, три недели. Ну, только комочки убирать. То есть это эксперимент. И если его проводить, ответственно записывать, когда... Потому что тебе кажется, что ты помнишь, когда ты засыпал. Ничего ты на самом деле не помнишь. Записывать, когда ты заполнил туалет, как часто ты что делал. И тут становится понятно, что на самом деле комфорт, удобство, нечастая смена, удовольствие кота порыться. В общем-то, можно сэкономить на дорогом наполнителе. А скажите, корма ваши коты и собаки тоже экспериментируют? Нет. Вот здесь я, кстати, консерватор. У меня... Это мое личное мнение. Но ничем... Нет никакого закона, который говорит, что именно так, да. Я считаю, что не нужно часто менять корм. Я против частой смены корма. Поэтому если удалось подобрать корм, который подходит, который нравится, то следует на нем оставаться. Потому что это все-таки пищеварительная система, это организм. И нужно его беречь. Это первое. Но это не касается лакомств. То есть если это паучи или это какие-то влажные корма, консервы, лакомства, это дополнительное питание, не основной рацион, то здесь точно так же моя экспериментальная группа. На что обращать внимание при выборе корма? Что вот читать на упаковке? Состав. Всегда состав. Состав. Обязательно только состав. Очень часто приходят покупатели, спрашивают, ну вот а как вам такой корм? Я говорю, вы мне можете название не говорить. Понятно, что я могу вам предложить то, что есть у нас, могу предложить что-то другое. Если вы хотите знать просто мнение, потому что я очень люблю уделять этому внимание, просто покажите мне состав, не называя марку. И вот здесь важно знать некоторые штуки. Понятно, что производитель борется за то, чтобы корм его купили. И здесь есть некоторые уловки, например. Есть такое умалчивание. Ну, например, корм, в котором… Ну, понятно, да? Мое мнение таково, что кошка – это облигатный хищник, то есть строгий хищник. Соответственно, ее рацион состоит в основном из мяса. И то, чем кошка может насытиться, – это животный белок. Нет никаких обязательных технических условий, никакого закона, как, например, для людей, пометки того, что это молочный продукт или продукт, содержащий растительный белок. У животных такого нет, поэтому это исключительно усмотрение владельца, только все происходит. Но вот мое мнение такое. Чем больше мяса, тем лучше. Соответственно, здесь есть уловки. Ну, например, состав может выглядеть так. Говядина на первом месте. Все как у людей. Первое место, значит, больше всего в корме и дальше по убыванию. Так вот, всегда хорошо, когда там написано не говядина, а мясо какого-то животного. Например, самый классный белок, лучше всего усваивается у кошек и у собак – это утка. Вот по усвояемости лучше всего. Есть шутки про кролика. Кролик тоже популярный, да? Но вот утка на самом деле лучше всего потому, чтобы усвоиться, принести пользу. Так вот, надо, чтобы там было написано не утка, а мясо утки. Еще лучше, бескостное мясо утки. И проценты, сколько там этого мяса в корме. Если оно сушеное, да, дегидрированное, дегидротизированное, по-разному оно может называться, сушеное мясо, то его в процентах может быть меньше, потому что оно уже высушено. А если оно свежее, соответственно, оно потом сушится, его процент уменьшается. Это его сырого там больше. Если там написано мясо и субпродукты, всегда хорошо, чтобы было написано, сколько мяса, сколько субпродуктов. Потому что мы всегда понимаем, что производитель будет стремиться к удешевлению. И, соответственно, зерно. Это очень важно, особенно для кошек. В идеале в корме для кошек его быть не должно. А дальше уже начинаем торговаться. Что самое злое и в каком количестве оно присутствует в корме. Всегда хорошо, еще раз говорю, чтобы были указаны проценты. Потому что это важно. Опять же, кукурузу вот, например, часто маскируют под названием маис. А это вот она. Есть там кукуруза злая, с высоким гликемическим индексом и недобрая для пищеварения облигатного хищника. Вот поэтому очень важно читать состав. Еще один неизменный атрибут в доме кошатника и очень важная вещь – это когтеточка. Как приучить к ней кота и отучить драть диван? Я думаю, что такой вопрос есть у многих, в том числе у меня. Ну, это же естественная потребность, да? У собак грызть обувь. Ну, обувь, потому что ей удобно грызть. Ну, некоторые там диваны грызут. Ну, по-разному бывает, да? Все, что можно грызть у котов, это обязательно, конечно же, драть когтя. Самое важное – это хотя бы предложить коту что-то в альтернативу вашему дивану или вашему любимому креслу. И дальше наблюдать за тем, что он вам подскажет. Кот всегда подскажет, собака тоже. Например, есть такие штуки, ну, такие максимально популярные. Например, котам очень приятно именно когти точить об картон. И вот тут тоже наступает ваш выход, что называется. Проверить это можно на простой коробке. Но если вы просто предоставите ему коробку, вы устанете убирать лохмотья вот эти, да? Дальше вы будете смотреть, какие бывают когти точки из картона. И здесь тоже есть разные производители. И разные варианты от, наверное, не совру, 200 рублей и до полутора тысяч. Что понравится? Что понравится вам? Как часто вы готовы, опять же, убирать эти лохмотья? Очень часто кошки такие когти точки используют как лежанки, потому что они любят еще спать на картоне. Есть всякие такие штуки, уловки. Ну, например, использование кошачьей мяты, которая, да, вызывает интерес кошек. А мне всегда нравится вариант это каким-то образом приладить какую-то игрушку на веревочке, чтобы кошка, играя, начала точить когти, да? И тогда привыкла к этой когтеточке. Если в доме достаточное количество когтеточек, которые нравятся кошке, она не будет трогать ваш диван. Он ей не уперся. Для нее это не принципиально. Ей просто нужно, чтобы ей нравилось. Вот именно, чтобы так когаточки заходили, вот такое вот ей тактильное ощущение надо. Нужно подобрать. Есть же всякие войлочные. Есть штуки, которые прибиваются к стенкам. Есть вот эти прекрасные на стойках, да, высокие какие-то домики, веревка обитая, по которой можно лазать. Что ваша кошка любит, из этого и отталкиваемся. Ищем максимально похожее. И, собственно говоря, этим и пользуемся. У меня в доме стоят крупные когтеточки, потому что есть животные, которые предпочитают лазать очень высоко. Это важно учитывать. И, соответственно, у меня стоит высокая когтеточка, которая с веревкой, да, вот с джутом намотанным. И кому-то нравятся они. А есть еще такие большие картонные, по которым можно и полазать, и поспать, и поиграть друг с другом на этой когтеточке. И заодно еще свои когтеточки там оставить. Если я унесла из дома когтеточку, потому что она вышла из строя, такая когтеточка в моей семье устает за полгода. И дальше уже много уборки, я ее утилизирую. И если я сразу не принесла следующую, то они идут к дивану. Приехала свежая, от дивана все отошли. К сожалению, наше время подошло к концу. Об этом можно говорить бесконечно. Очень много мы не успели. Спасибо вам большое за интересную беседу. Напоминаю, что в гостях у нас была владелица зоомагазина Елизавета Иванова. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверье мое» завершен. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.